всем привет меня тут спрашивают в комментариях обо всем практически об очень многом частности был такой вопрос осталось ли какая-нибудь музыка в моем возрасте уже когда я слушаю столько лет музыку хотя какой мой возраст я еще пацан вообще мальчишка остался какая-нибудь музыка от которой у меня мурашки по коже бегут от которой у меня слезы наворачиваются и вообще происходит такое вот парение духа осталось и и не очень много но прилично и одна из этих музык это вот такая пластинка вот она вот такая 1973 год группа de hu альбом под названием квадрофиния огромная книжка вклеена это переиздание в оригинальном варианте книжка не вклеивается она отдельно вкладывается поэтому ее можно доставать смотреть но она очень красивая тут очень много фотографий рассказывается история юного создания который ищет себя как и все мы а мурашки у меня бегут от последней песни на этом альбоме который называется love rain on me любовь правит мной и если вы никогда не слышали этот альбом de hu 73 год квадрофиния то я рекомендую начать именно с последней песни это двойник соответственно последняя песня на на четвертой стороне альбома love rain on me вот от нее бегут мурашки наворачиваются слезы учащается дыхание пульс и какое-то время приходишь себя после нее причем это не только сейчас я испытываю такие ощущения скажут а старый сентиментальный дед мне смешно это слышать всегда про деда но да ладно а и тогда когда мне было 18 когда мне было 19 20 22 когда я слушал love rain on me все то же самое мурашки дыхание слезы где-то там наворачиваются и некая некий момент переосмысления всего этот момент переосмысления может быть как вспышка такой раз послушал переосмыслил все пошел дальше бывает что задерживается на несколько минут бывает что задерживается на сутки и больше и начинаешь переосмыслять все любовь правит мой любовь владеет мной пластинка то в общем о поисках бога ни больше ни меньше и а нахождение его пускай на какое-то время на коротенькое о единении с богом пластинка о поиске себя как я уже сказал самого начала молодой парнишка живущий в лондоне вот такой вот проходит несколько стадий не то чтобы взросление но осмысление квадрофиния что это такое квадрофиния это шизофрения только в два раза больше это раз расчетверение характер шизофрения и шизофрения это раздвоение личности до квадрофиния это расчетверение характер и вот четыре ипостаси нашего героя здесь и продемонстрированы и ярость и творчеством поиски творчества метания и сентиментальность и любовь собственно говоря то что в конце мы встречаем можно посмотреть фильм квадрофиния он снят в 1979 году и там подробно все это на экране можно увидеть как этот паренек живет в лондоне общается с родителями жрет таблетки пьет пиво ходит на рок-концерт группы дыху кстати говоря естественно входит в круг модов ездит на итальянском скутере в компании модов дерется с рокерами как и положено было модом в общем живет такой молодежной жизнью но все время его встречает разочарование на всех путях по которым он идет устраиваться на работу работает на тяжелой работе уходит с работы влюбляется любовь несчастная главный предводитель модов которого в фильме играет стинг здесь стинга нет потому что фильм это вышел в 79 классинка вышла в 73 главный герой модов стинг там вызовут по-другому оказывается не не таким парнем главарем от орвида брось таким настоящим уличным героем бойцом а выясняется что он работает был боем то есть подносчиком чемоданов в отеле и наш герой видит в отеле этого самого своего свое божество как ему казалось этого предводителя в либреи вот этого был боя подносит чемоданы то есть он абсолютно встроен в социум абсолютно встроен в буржуазный мир и никакой он не рокер никакой не мод никакой не предводитель а такой же как все в общем как его родители как его старшие наставники учителя и прочее и очередное разочарование эти разочарования всю дорогу с героем случаются и в конце концов love rain on me пройдя через ряд испытаний через ряд разочарований он обретает себя обретает бога и это слышно здесь так все сыграло так все сделано что слышно гром небесный и невероятная песня невероятная мелодия такое пение роджера долтри которого нет нигде в рок-н-ролле как им спета вот эта фраза love rain on me последняя нота это я не знаю это действительно откровение то на самом деле откровение я очень советую послушать если сначала не захотите это все дело послушайте начиная с последнего номера он достаточно длинный можно все прочувствовать все понять а потом начать слушать сначала ну а пластинки это рок-опера большинство наверное тех кто смотрит меня об этом знают и на мой взгляд это самая лучшая если не единственная настоящая рок-опера с заглавной буквой r а рок это настоящий рок и настоящая опера это классический рок сразу скажу тяжелый гитарный барабанный басовый классик рок то что называется и на я уже повторюсь это самая сильная штука из всего ряда рок-опер так называемых которых уже невероятное количество в скандинавии штампуют десятки уже этих металлических опер абсолютно пустых и бессмысленных и беспощадных в своей громкости которые выходят и забываются через два дня после того как вышли это пластинка одна из наверно самых знаковых вообще в рок-музыке и она как и положено она настолько проникновенно настолько честно и настолько правильно то как то ну во всяком случае в нашей стране она уходит в тень народные массы про него просто не знают любители рок-музыки к группе дэху вообще относятся в массе своей так как-то довольно отстраненно она она очень она очень настоящая этот альбом очень настоящий он очень правдивый безо всяких и кивоков если там брать там первая рок-опера у нас группой pretty things сыграна s.f. sorrow или f.s. sorrow was born вышла она даже раньше чем томми у дэху но она это все выдумки это все выдумки это все искусственно это все не по-настоящему даже томми которую я очень люблю опера каждую первая опера группы дэху она тоже в общем достаточно искусственная она такая придуманная вся а здесь ничего не придумано здесь реализм настоящий просто вот реальность а сталкиваться с реальностью не всем приятно не всем приятно потому что в основном люди искусство воспринимают не то чтобы как развлечение как развлечение тоже а как какой-то приятный отдых до такой приятно отдохнуть здесь если ничего не понимать можно и отдохнуть конечно потому что очень красивые мелодии очень все громко очень круто сыграно настоящий рок и рифовый и какой хотите и просто вот все прямо рок-группа мочит изо всех сил и все это красиво мелодично сложно интересно и доходчиво но в то же время когда начинаешь разбираться что это такое осу и доходишь до последней песни то понимаешь что это все не просто так это не искусственно ничего не придумано это вот мир который лицом к тебе повернулся и ты оказываешься в этом мире понимаешь реальность окружающую и эта реальность она не всегда приятно хотя она прекрасна мир прекрасен несмотря ни на что и только нахождение бога единение понимание того что бог есть любовь и любовь это единственное что тебе нужно all you need is love спели битлз еще в свое время это понимание приходит это совершенно не развлекательная штука божественно все сыграно питтаунсенд сочинил это произведение один из самых интересных гитаристов наверное в рок-музыке питтаунсенд с уникальной манерой неповторимый никто так не играет как он но он еще прекрасный композитор он сыграл на гитаре на куче других инструментов на клавишах на синтезаторах на фортепиано тут сыграл другой человек в трех песнях довольно сложные такие вещи и вообще палитра полотно очень плотная очень насыщенная очень интересная по фактуре очень всего много но все слышно кейт мун сыграл так на барабанах с первой песни до последней просто весь двойник такие барабаны сплошное наслаждение такие брейки такие проходы такие сбивки я не знаю там других терминов барабановое искусство но это просто шедевральное исполнение просто шедевральная бешеная энергия бешеный драйв везде никаких провисов никаких необязательных вещей все прямо как такое пушечное ядро летит двойной альбом в игрок винии самая наверно крутая рок-опера из всех если не единственная кстати говоря вообще про джизус крайст у меня спросите а как же джизус крайст джизус крайст это вообще не рок-опера это также также можно сказать и и вита рок-опера и кэдс рок-опера и много чего еще там написано авторами но это это такой мюзикл сыгранный с инструментариями инструментарием рук в инструментарии рок-группа там рока как такового там его нет фактически так же как и во многих других так называемых вот этих рок-операх это очень хорошая штука мы про джизус крайст поговорим обязательно но рок-опера это эта группа которая может выйти на сцену и сыграть от начала до конца все полотно как и делали до ху например но правда они делали из и с симфоническим оркестром уже поздние годы питтаунцент устраивал эти постановки но тем не менее это все играется это все выходит на сцену и играется но там сессионный клавишник сидит рядом еще как как и в общем на концертах на на любых практически бывает так что это все по-честному все настолько мощно настолько реально настолько драматично а поиск себя этого молодого человека героя квадрофини я покажу еще раз замечательно этого парня поиск себя ведь мы приходим к поиску себя сознательном возрасте когда нам 16 до 17 18 и кажется что это все подростковые явления поиски себя на самом деле если у человека есть мозги какие-то по поиск себя продолжается до глубокой старости практически до самой смерти человек ищет себя если мозгов у него нет он себя не ищет он сидит пиво охоты и смотрит детективные сериалы больше ничего не нужно а если какие-то остатки мозгов еще есть то человек ищет всю свою жизнь себя ищет ответ на вопрос кто я зачем я живу в чем смысл моего бытия согласитесь до самой смерти все это продолжается и здесь в общем то есть ответ на этот вопрос поэтому эта штука она с одной стороны она дико популярна была на западе не не зря же в 79 году сняли фильм у нас как-то она так проходит ну да холтом я очень советую просто внимательнейшим образом для тех кто не знает познакомиться с этим полотном для тех кто знает может быть еще раз послушать вместе со мной я сегодня еще раз его переслушал получил огромное удовольствие получил удар очередной в тело в душу в сознание в сердце и во все остальные места но при этом дорог рок 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 группа блестяще все сыграно честь и хвала петра таунсенду за такие вещи и про дыху еще я буду говорить и говорить потому что петтаунсен как-то сказал что иногда мне кажется что мы это лучшая группа в мире и с этим трудно не согласиться трудно не согласиться я пошел пить пока